И рассмотрим, как мы можем сделать удаление объектов или документов в программе. Удаление у нас идет два этапа. На первом этапе мы помечаем нужный нам документ или элемент справочника, например. На втором этапе мы уже удаляем. Давайте зайдем в платежное поручение. Здесь у меня есть один документ, который мне нужно удалить. У меня двойной, как вы видите. Я один неправильно сделала, и я хочу его удалить. Как мне его удалить? Мне нужно его сначала пометить на удалении, то есть нажать на эту пиктограмму. Установить пометку на удалении. Я соглашаюсь, нажимаю «Да». И посмотрите, у меня появляется красный крестик. То есть данный объект помечен на удалении. Если вы, например, неправильно поставили отметку, вы можете снять эту пометку, то есть нажать снова на вот этот крестик. Видите, пометка у нас снимается. Ну и снова нажмем. Теперь мы пометили документ на удаление. Вы так можете пометить столько документов, сколько вам нужно для удаления. И, соответственно, потом их за один раз удалить. Что мы делаем дальше? Мы заходим в операции, и внизу вот здесь у нас есть удаление помеченных объектов. Мы соглашаемся, что это долго. Нажимаем «Да». То есть вот у меня здесь есть наше платежное поручение, которое мы пометили. Далее нам нужно нажать на контроль. И по идее нам программа должна удалить. То есть уже к удалению представить этот документ. Но у нас здесь возникают проблемы, как вы видите. То есть документ у нас идет с красной галочкой, а не с зеленой галочкой. И, соответственно, удалить его невозможно. То есть вот здесь у нас, видите, невозможно удалить один. Почему так может быть? То есть такое вполне реально на практике. То есть вы можете посмотреть, почему у вас программа не удаляет нужный вам документ. То есть став на него. И вот здесь вот посмотреть на ссылке. То есть у нас на данный документ ссылается еще один документ. Следующий. «Списание с расчетного счета». Соответственно, если вот этот документ ссылается на этот, естественно, программа нам платежку нашу не удаляет. То есть давайте разберемся, почему у нас вот этот документ. Зачем он нам вообще нужен? Ну и нужен ли он нам? Нажимаем на «Открыть» вот сюда, либо два раза щелкаем по вот этому документу. У нас появляется наш документ. Все он у нас не проведенный. Соответственно, непонятно, почему он у нас вообще есть. Давайте можем свернуть, посмотреть, что у нас с ним не так. То есть заходим в банковские выписки. И вот у нас есть документ вот этот вот, да, о базе. То есть смотрите, у нас один документ и второй документ. Ну, видимо, просто ошибка. Первый документ был почему-то неправильный, его не провели. И уже сделан второй документ, который у нас уже проведен. И, соответственно, он уже правильный. То есть этот документ мы можем, в принципе, тоже пометить на удаление. Все он нам не нужен. Нажимаем «Да». Снова переходим в наш поиск удаления объектов. Здесь он у нас уже не обновляется. Можно нажать «Поиск», ну, либо зайти заново. То есть если мы поиск нажали, у нас еще появился, видите, дополнительный документ. Нажимаем «Контроль», посмотрим, что у нас удалится на этот раз. Теперь у нас все нормально. То есть, видите, документы оба помечены зелеными стрелочками. Ссылок никаких на них нет. То есть ей возможно удалить два. То есть мы нажимаем «Удалить». Все, у нас эти два документа удалились. То есть если мы зайдем теперь в банковские выписки. Вот у нас был документ. Вот здесь вот он, да, на 192 февраля. То есть второй его уже нет. То есть мы его удалили. Вот так в программе можно удалить объекты и, соответственно, удалить те объекты, на которые есть ссылки. То есть исправятся эти ссылки, разобравшись, почему эти документы невозможно удалить. Вот так. Продолжение следует...